Здесь не только курорт, здесь фантастика. Владимир Типаненко никогда не жаловался на сердце. Все эти годы орган работал как отлаженный механизм. Однако недавно из уст врачей он услышал диагноз – стенокардия и кипертоническая болезнь. После стен Барышской городской больницы его отправили сюда, в санаторий Итиль. Как в родном доме, такое внимание хорошее и отношения доброжелательные, добродушные стороны и врачей, и обслуживающих персонал. Массаж, сеансы горного воздуха, симберцитовая дорожка, ингаляция и, конечно, приемы пищи обязательно по режиму. У Хасяна Мухаева день тоже расписан по минутам. Его сердечная болезнь также застигла врасплох, однако он уже чувствует – идет на поправку. Нам очень понравились здесь все процедуры, которые, возможно, состояние улучшилось. На долечивание в санаторий Итиль со всей области направили по путевкам 220 человек. Более половины уже прошла все процедуры и вернулась домой. Остальных ждут в следующие заезды. На долечивание, как этап реабилитации данной категории больных, он очень необходим. И очень хорошо, что в программе здравоохранения этого года выделены средства. Надо сказать, из четырех заездов практически все больные у нас выписываются с улучшением состояния. На выделенные 7 миллионов рублей долечат после сердечно-сосудистых заболеваний около 400 больных. Контракт Министерства здравоохранения заключила с санаториями Итиль и Сосновый Бор. На сегодняшний день задача не только спасти жизнь пациенту, а в том, чтобы отследить последующий его этап, чтобы у него сохранился трудовой потенциал, качество его жизни. Рабилитация после сердечно-сосудистых заболеваний начинается сразу же, как только жизни пациента ничего не угрожает. Долечивание в санаторно-курортных условиях – третий этап возвращения к обычной жизни больного. И, как говорят врачи, очень эффективный. Нелли Хачатерян, Денис Миронов, Вести Ульяновск.